Девушки отдыхают Это удобно тем, что все знают друг друга. Друг от друга ничего не утаишь. И с близкими людьми проще работать, чем с чужими. Дмитрию 39. В школе он мечтал стать автослесарем-механиком. Затем получил среднее специальное образование по специальности каменщик. При этом находить общий язык с электрикой удавалось всегда. Хотя этому он нигде не учился. С выбором будущей профессии помогла определиться армия. Дмитрий служил на подводной лодке. Там и стал электриком. Сначала трудился на стройках. Кстати, был одним из тех, кто строил котельную номер 9. Протягивал кабели, трубы. А потом появилась мечта – попасть сюда на работу. Сейчас признается, что работа нравится своим постоянством и в то же время разнообразием. У меня каждый день это разный. Я день, допустим, лампочка меня. Второй день поехал, двигатель поменял. Здоровый двигатель мой разобрали, подшипник. Ну, разнообразие. Вторит ему и Денис. Постоянно все в движении. Постоянно, ну, как жизнь она течет быстро, так же и здесь. Как и брат, Денис получил диплом каменщика. И выбор профессии также был сделан в армии. Он служил в погранвойсках, где прошел обучение на инженера радиолокационных станций и линейных блоков. Признается, что в работе очень важно соблюдать все правила техники безопасности. Поэтому сотрудники котельной регулярно сдают зачеты. А каждые полгода – экзамены по охране труда. Сдавать экзамены приходится и самому старшему представителю семьи – Евгению Анатольевичу. Ему 63. Уже три года он на пенсии. Однако желание помочь детям и здоровье позволяют продолжать работать. Например, он весьма ловко взбирается на лестницу, чтобы заменить перегоревшие лампы. В свое время он хотел стать радиомонтажником. Однако не сложилось. Набор на эту специальность тогда закончился. После этого отучился два года на электрика. Теперь о выборе не жалеет. Учился на нее, вроде ничего. Ничего, как сказать, мало, не очень много мороза. Я же после армии работал. Каменщик, монтажник. Ну, там холодновато, конечно. Не скажу, что лучше. Хотя и платят тоже нормально. Алло? Да, не занято. Почти сделали все. Да, сейчас едем. Приколы? Да, сейчас едем. Собираемся, едем. Кисти, отвертки, плоскогубцы. Бригада собирает свои инструменты и, не задерживаясь, выезжает на вызов. Мобильность помогает им отправляться для ремонта двигателей и замены пришедших негодность деталей на разные объекты Одинцовского округа – от МКАД до Кубинки. Неисправности устраняют быстро. Ведь главное в работе для доброхотовых – это оперативность и высокое качество выполненной работы.